Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, заберем ежедневные награды. Лига самураев 3 звезды, значит все-таки меня сбросили, но понятное дело 2 дня не мог играть, опять же работа друзья мои. Ну что, это ничего страшного, мы будем опять же продвигаться вперед, так это выпадает нам здесь Макмен. Макмен, ну Макмен у меня прокачан по полной программе, кстати здесь жетоны сегодня разыгрываются. Так, ну давай посмотрим, турнирная арена. Лига самураев 73 позиция, так, печально конечно. Ну по большому счету ничего страшного я в этом не вижу. Так, давай-ка пробежимся быстренько по серии испытаний, я думаю что можно будет наверное даже сегодня и допройти, если будет у нас время и желание. Побежали. Так, ну что, Ванька, тут у нас Армагон. Фух, щебетушки, поехали. Начнем с ракет. Ага, понижение атаки. Паукса убрали. Так, дальше. Хоп, готов. Замечательно. Так, переходим с собой на последнюю волну. Ну что, Муха. Давай наверное я пульметную дробь сделаю. Муха все отдуплилась. И я наверное не буду тратить волну. Хотя можно было бы. Сделаем укус. Добиваем. И здесь тоже добиваем. Все, ребят, без проблем вообще здесь прошли. Ну что же. Серия испытаний пройдена. И мы проходим дальше. Забираем здесь награды. Сразиться в боях. Так, ну что, это я пожалуй с удовольствием сделаю. Мы находим нашего кренга. И ищем 10 ящиков. Точнее не 10 ящиков, а 10 знаков. Один нашли. Так, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ровно половина. Нам нужно еще найти 5 знаков. И в принципе мы сможем прокачать скилл. Это шестой, седьмой. Ну давай, давай, давай. Восьмой. Девятый. И последний. Последний знак ищем. Все, ребят. 10 автомобильных номеров. Ну что, прокачиваем до шестой, ребят, ступени. Шикарно. Ну, а дальше уже можно качать либо это, либо это. Я, наверное, все-таки мозговые волны все-таки буду прокачивать. Тут надо будет очки, наушники найти, ну и пульт управления для телевизора. Так, и заберем здесь награды. Да ек, макаре. Давай здесь, здесь. Поднять уровень персонажа. Это мы уже сделаем после того, как пройдем турнирную арену. Девча силы, Лего. Лего. Это все подождет. Давай, давай здесь проходить. 40 откатов, как ты видишь, у нас заработано. 14, 18. Вот такой вот они мне подачку дают. Наверное, не дадут 15, 19, скорее всего. Ну что, я соглашаюсь, ребят, на их условия. 43 уровень. Ну, соответственно, мы можем начать с наших ребятулик. Практически, как будто мы заново будем сейчас буститься. Это получится где-то так. Ну, уже, может быть, через 2-3 боя нам придется брать какого-то хайлевлого персонажа, который бы нам помог бы здесь. Так, не понял, карайка, ты не припухла ли? Радость моя, муха. Дай-ка я на всякий случай сделаю здесь доп. защиту. Так, ну, а теперь поехали. Надо было на самом деле муху прижучить. Да ладно. Ну-ка. Так, есть. Бросим гранату. Чего? Муха даже не получила повреждения. Ну, я, в принципе, понимаю, почему. На ней висит уклонение. Да-да-да-да-да. Естественно, он нахиляет. Что она еще может сделать? Да е-мое, мы даже не попали, прикинь. Есть. Ну-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Оглушили. Добьешь? Мимо. А ты? Тоже мимо. А вот это уже плохо. У нас еще, видишь, тут постепенно урон висит. Так, повесим иммунку. Но жалко, это, конечно, не очищение, а это всего лишь иммунитет. Что-то мне кажется, что я не спасу слэша. Это делает очищение. Попробуем пробить. Замечательно. Так, теперь Донателло, по идее, идет у нас как бы. Враг номер один. Слэш, держись. Я вижу, постепенно урон его может убить. Он его убьет, скорее всего, ребят. Он погибнет. Именно от него. Ну, добейте вы уже. Давай. Есть. Друзья мои, слэшу просто очень-очень крупно повезло. Если бы сейчас бы... Ой, инициатива бы нас подвела бы, мы бы... Лишились бы нашего бойца. И, соответственно, кубков бы получили меньше. Серьезный, конечно, поединок. Я как-то не рассчитывал на такой жесточенный бой. Буду откровенен. Думаю, мы их сейчас раздаем, как тараканов. А видишь, как вышло все. Ну что же, будет он не уроком. Поэтому я на этот раз возьму одного из более-менее крепеньких ребят. Пускай это будет, например, даже паукус. Мне как бы его не жалко сюда, в эту команду дать. Потому что в любой другой ситуации у него здесь будет толку мало. А здесь он будет вообще топово смотреться. Смотри. Видишь как? Плюс маузеры делают свой луч. И все. Ну, опять же, здесь паукус очень хорошо сыграл. Львиную долю здоровья именно он отнял с помощью своей паутинки. Ну что же, мы проскакиваем дальше. Какая позиция у нас? 33-я. Медленно, да? Продвигаемся. Было 41-я, стало 33-я. И ищем 15-19. Потому что уже засветился этот подбор на кубки. Но, видишь, они не хотят давать мне. 14-18 и все, да? Уперся рогом. И ни в какую не дает, прикинь. Неа. Может, конечно, что-то до... Во. Может, конечно, было бы до посинения тут ролить. И рано или поздно получить. Но мы уже заработали. Так что давай. Раз, два, три, четыре. Я смотрю, тут полтиннички. И будет, наверное, неплохо взять здесь нейтрализаторы. Окей. Так, ну что, поехали. Массовиков-затейников у нас здесь мало. А если ракеты? Ай, как хорошо. А теперь бросим баллончик. Шикарно. Кейси Джонс добил. Причем они здесь оба в команде. Да? Два Кейси Джонса. И переходим мы в какую девятую позицию. То есть, уже будет Лига Сегунов через вот следующий поединок. Ну что, 15-19 я пока вижу. Возьму здесь, наверное, Ванюшу. Усаги пока подождет. Не к спеху его здесь брать. Раз, два, три, четыре. Рафаэль Космос. Рафаэль Космос. Бибоп. Ванюша и Хан. Давай вот так вот сделаем, наверное, плюшкой. Да-да-да, с одной плюшкой. Ну, а что вы хотели? Соточка, естественно, рулит. И никуда ты от этого не денешься. Ну, а вот мы, наконец-то, и до Сегунов одной звезды добрались. Так, до Лиги Массеров, конечно, бы хотелось сегодня добраться. Как-то немного компенсировать те два дня, что я не смог поиграть. Ну, а что-то мне подсказывает, что 15-20 мне здесь не дадут. Ведь так? Скорее всего, друзья. Поэтому возьмем с вами вот эту команду. Так, если я, например, возьму Джастина. Раз, два, три, четыре. Ну, Джастин, по идее. Ну, я не знаю, насчет Карайки. Карайка, может быть, конечно, переплюнет нас по инцитиве. Но дальше сходит Джастин. Должен быть так. Я тебе говорил? Карайка ходит первый. Воу-воу, ну, конечно же, еще Майки. Да-да-да, про него-то я забыл совсем. А мы теперь сделаем вот так вот. Хоба! И теперь нужен один из массовиков, который бы смог бы эту всю компашку уничтожить. Это может быть у нас и Донателло ролевой, или Леонардо. Проверим. Хватит мещей-то ему. Да, ему хватило. Хватило вот этой самой волны от меща, которая положила всех оставшихся врагов, естественно, на землю. Так, ну, мы двигаемся дальше. С 87-й позиции мы передвигаемся на 65-ю. Так, с 15-20 уже есть. 15-20. Ну, давай возьмем, наверное, Кренга. Все-таки 80-й уровень-то тебе не хухры-мухры. Плюс у него два проточенных скилла. Это залп. Ядреный. Ну и, соответственно, вот этот луч. Ну, как тебе? Не зря качали, да, друзья? Конечно же, не зря. Прекрасно. Ну что, переходим тогда на следующий поединок. Смотрим, куда мы сейчас сиганем. Ну, давай полкишок. Вот. 48-я позиция. Отлично. И 15-20 у нас здесь. Возьму тогда я, наверное, здесь Шархана. Раз, два, три, четыре. Так, Шархан. Это 70 не получается, да? И остальные там 55-го уровня. В принципе, должно зайти. И должны мы с ними справиться. Ну, ходит в начале Рафаэль со своим черепанком. Черепунделями. Так, нормально. Дальше Шархан с дебафом. Естественно. Теперь вызываем космический корабль. Дюх! И остается лишь... Да вот так вот. Бум, да и все. Готов до натыла. Отдупляется. Ну что, друзья? Продвигаемся дальше. Что же тут еще? Можно сказать. С 48-й позиции мы прямиком на 25-ю. Прикинь, 20 ступенек пролетели. Вот это я называю прилет. Ну что, возьмем тогда, наверное, раз, два, три, четыре, плюс Змейка Вьюна. У Змейка Вьюна тоже есть дебаф. На понижение атаки. Если кто не знает. Ну, тут еще есть один, конечно, дебафер. Это Ксивер Монтас. Давай, наверное, так сделаем. Оп. Всем, абсолютно всем, ребят, понизили атаку. Круто же. Это очень круто. Так, а теперь надо еще массовый... А? Блин, ну как-то тяжеловато разбирается. Ах ты, ах ты, шмурдяк. Он взял, просто снял. И этот еще и хильнется. Ну, навозники, ты посмотри на них, а? Ты посмотри на этих навозников. Задебафим все равно. Так. Он делает иммунку. Слушай, а у нас... У нас остался массовая атака у Змейка Вьюна, насколько я помню. Ну, вот теперь будет проблема. Во-первых, у них двойные атаки. Прикинь? У них по две атаки у каждого. Ёк-макарек. Надо их срочно как-то здесь бомбашить. Причем очень живенько. Давай-давай-давай-давай, майки. Двойная атака, не забывай. Сейчас они нас смогут здесь очень быстро разобрать. Надо вот этого бибобчика попробовать уложить. Не получилось, да? Сейчас я чувствую, ребят, будет беда. Она уже произошла. Она уже произошла. Да что такое-то? Я не могу понять. Что? Еще одного потеряли. Твою налево. Кто им сделал такое, а? Кто их так усилил? Ну, это ладно. Защиту им поставил Донателло. Это я понял. Но кто им... Ой. Ребята, Змейка Вьюн... Змейка Вьюн, короче, здесь меня подвел. Причем очень серьезно подвел. На самом деле, здесь даже не он виноват. Здесь виноват, кто у нас там отхилял команду. Во-первых, Леонардо снял дебаф. Это раз. Это первое, где мы лопали. Прикинь, они сейчас меня... Вообще тут сухомяточку... У-у-у, ребятушки. Они, по-моему, сейчас меня тут вообще раскорм... Нет. Змейка Вьюн один выжил. Это трэш. Ребята, всю команду положили. Ты прикинь? Я такого уже давно... Такого, по-моему, никогда и не было. Чтобы всю команду ушатали. Почему я так понадеялся на Змейка Вьюна, не знаю. Но я, честно говоря, не думал, что мои бойцы так быстро просто слягут. Ай, сколько же я разговаривал. Не надо, не надо, не надо, братья. Все равно беру, беру, беру их. Да. Это, конечно, большая для меня печалька. Да, там, видишь, дебаф, который мы повесили. Леонардо снял этот весь дебаф. Так бы мы их разобрали бы, поверь мне. Плюс, он... Кто-то их там еще отхилял. Я так и не понял, кто у них там хилочку врубил. Конечно, печалька большущая. Так, ну здесь... Вот этого, наверное, шваркнем. Вот так сделаем. Так, Ваня, давай-ка ложись уже спать. А с тобой отдельный разговор. Тихо. И не попали. Что он там делает? Ускорение? Зачем тебе, парень, ускорение, если ты остался последним? Ускорение тебе здесь уже не понадобится. Да, тут, конечно, поединок у нас был вообще ни к силу, ни к городу. Так, ну что, друзья мои, наконец-то мы перешли в Лигу Сегунов 2 звезды. Лигой мастеров тут уже, как ты понимаешь, и не пахнет. Бакстер возьмем. И... Раз, два, три, четыре. Ну, здесь достаточно будет, мне кажется, одного Бакстера с... Смертельной волной, либо с Маузерами. Наверное, Смертельную волну все-таки лучше запустить. И добить. Все. Это, как говорится, мы мстим за тот проигрыш, который у нас был. С 97-го места мы переходим на 77-ю позицию. Обновление. Я просто хочу, может быть, дойдут нам 15-21 или 16-21. Пока не хотят. Ну, не хотят и не хотят, что я могу сделать. Я возьму Леонардо. Доня, подожди. Раз, два, три, четыре. Ну, пока еще 56-е уровни. Так что даже 60-х еще нету. Давай, Леонардо, сжиги. А сжиги своей вертушкой. Вот и все. Нет, Донателла тут еще остался. Ну, и замечательно. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, наверное, здесь до Лиги Сегунов 3 звезды мы добежим быстренько. Должны. Так, уже 57-я позиция. Ну, дайте мне повыше-то, а? Кубков-то. Не хотят. Ладно, я возьму Армагона и... Ну, вот уже скоро будут 60-е уровни, как я погляжу. Ну что, мочканем. Хлоп и готово. Моментально мы их вырубили здесь. И двигаемся далее. С 57-го переходим на 39-е место. И до сих пор дают 15-го. 16-21 я получил. Я возьму, наверное, здесь Макмана. И уже 60-е уровни пошли. А дальше там падают 67-е, 70-е. И, в принципе, все. Арена будет у нас отыграна. Давай, сразу начнем с ураганчика. Сразу начнем и сразу же закончим. Все очень даже хорошо. И продвигаемся дальше. Смотрим. Там, наверное, 15-я, да, будет позиция? Нет, 19-я. Что-то мало как-то продвинулись. Если бы вы мне дали 16-21, я уж думал, сейчас буду их тут уговаривать по 3 часа. Но они сразу подкинули меня. Тут уже все, ребята, хай пошли. Тут уже пошли хай-левелы, так что можно вообще не волноваться. Поединок, другой все. Это максимум, что мы можем отсюда выжать. Так, поехали. Начинаем с кунаев. Дальше клан футовцы. После звездочки. Все. То есть 3 массовых атаки достаточно было, чтобы их тут разбомбить. Ну что ж. Тем лучше для нас. Опачки. Все, ребята, мы в лиге сегонов 3 звезды. 98-я позиция. Еще 2 поединка сейчас отыграем. Как бы закрепим за нами. Это положение. Раз, два, три. Четыре. Пять. Ну да, там, по-моему, еще один поединочек будет. Может быть, даже два. Ну, это нам придется, правда, через откаты играть. Замечательно. Так-с. Давай, наверное, я все-таки просто пробафаюсь. Эйприл убираем отсюда. Давай-ка, наверное, так вот. Метеорит призовем. Мне не нравится, что Леонардо здесь надо вот так вот. На тебе. Все. Тут у нас тоже получилось все прекрасно. Ну что ж. Давай посмотрим, какая сейчас у нас будет позиция. ПОЗИЦИЯ. 80-я. Я, честно говоря, думал, где-то 75-я будет. Ладно, хорошо. Раз, два. Три, четыре. Четыре, пять. Да, друзья мои. Остается только у нас крысиный король. Не отыгранный. Ну, ради одного я не буду здесь, друзья, тратить четыре отката. Но оно того не стоит, поверь мне. Так, бомбанем. Я не буду здесь уклонения ставить. Оно ни к чему, на самом деле. Я думаю, что Усаги здесь сейчас справится с остальным делом. Ну, почти справился. Эти все равно бы от постепенного урона отдуплились. Ну, что же, прекрасно. На арене мы закончили поединки. Так, двигаемся дальше. Место какое там? 70... А, 58-й даже не кисло. Совсем не кисло. Так, открыть колоду. Почему-то я колоду не открыл. Блин. Так, ну что, вот теперь у нас будет с тобой открыта колода. Хм, пак точнее. Поднять уровень персонажа. Накопили мы с тобой, так, 28 тысяч. О, да. Ну и забираем здесь награды все. Так. Ну что, пойдем за жетонами сбегаем. По-быстренькому буквально. Одна нога здесь, другая там, да? Сам понимаешь, жетоны нам нужны, поэтому мы их будем сейчас здесь по-быстренькому фармить. У нас вообще сколько жетонов-то? Надо глянуть сейчас будет. 190. Да, маловато, конечно, но... Сейчас мы на событии на этом заберем где-то 250, насколько я помню, да? 250, да, там у нас еще где-то 140. Нормально. Так, 60 в плюсе. Пошли дальше. 80-ник. Обязательно его тоже заберем. Потом 100 и 120, да? Если не ошибаюсь. Ну, мог бы, конечно, это рано и укус сделать. По большому-то счету. Не обязательно этот валун запускать. Сегодня, друзья мои, должен был быть выходной. Выходной у меня, да? А меня сегодня отправили на комиссию. На медицинскую комиссию. Вообще в другой город поехал. Эх, время потерял сколько? 5 часов. И уставший, потому что он вставал рано. Не евший, ничего нельзя. Триндец. Да, и зрение немножко, ребят, подсело. Оказывается, да, подсело зрение. Вот что значит долго сидеть за компьютером. Так что надо как-то лечить. Витамины пить. Поменьше за компьютером сидеть. Ну, и тому подобное. Так, ну что, туда дуплишься, да, от постепенного урона. Ну, что же. Окей. Надеюсь, последний этапчик мы пробежимся. А, это я был последний. Соточка была последней. Ну, тем более. Так, друзья, ну что, у нас еще остается испытание. Либо Лега Лео, либо Девища Сила. Тут абсолютно нет. Сколько здесь эпизодов? 7. А здесь тоже 7. Ну, давай по-быстренькому пробежимся. Я не буду, ребята, тихо, вот это вот не надо. Я не буду, наверное, проходить его полностью. Дойдем. Ну, там, где, наверное, 30 жетонов можно уже будет фармить. И все. Дальше нет смысла, потому что мы будем все равно проходить. А другие события там у нас будет чуть больше. Разыгрываться креста этих жетонов. А здесь дойдем до 15 мэла. 30, я думаю, самое то. Так, здесь всех ушатываем. Абсолютно понятное дело, да? 10-11 уровень. 12-й. Это для нас, для сотых уровней вообще ни о чем. Так, караечку забрали. Так, здесь уже 20, как ты видишь, жетонов. Потом, по-моему, будет 25, если не ошибаюсь. И в конце уже будет 30. Как-то так. Блин, чертовски спать хочу, если честно. Я бы, честно говоря, и вырвался спать, но тогда бы еще один день не было бы видосов. И было бы тогда 3 дня без видосов. Но тут я решил, ребята, взять силу в кулак. Я уже, правда, сам, уже глаза слепаются, закрываются. После, наверное, этой серии точно пойду отдыхать. Ну что? Так, 25 жетонов. Мы и здесь, что ли, 25? Ну, е-мое. Значит, тогда на следующем, по идее, должно быть 30. Посмотрим. Жалко, здесь нельзя как-нибудь там за жетоны, за карточки не драться вот так вот, да, а просто пролистывать эти поединки. Это было бы намного быстрее и лучше, чем вот так вот драться. Тут же ты должен на 3 звезды именно пройти, чтобы этот уровень фармить. Вот так вот. Ну, давай посмотрим, сейчас у нас что там будет. Если 30, это уже будет хорошо. Да, ребята, вот здесь вот пройдем. Вот это вот событие. И на нем, пожалуй, остановимся. Тут 4 волны. Естественно, я включаю на автобой. 40 уровень, как ты понимаешь, для нас здесь тоже ничего не значит. Как давили клопов, так давить и будем. Единственное, что, конечно, я бы здесь применял бы уже массовые атаки, чем соло. Соло здесь вообще ни к чему. Так, ну что, смотрим. Кунаичи упала, училка упала и вторая училка упала. И это у нас Ирма. Собственной персоной. Ну, ты понимаешь, что она сейчас с одной плюшки улетит. Давай. Выпендривайся. Выпендривайся, закончил. Нормально. Ну что, теперь забираем... Точнее, не забираем, а фармим жетоны. Поехали. Так. Еще и по 6 сыра еще, оказывается, надо тратить. Так, вот тебе 30 жетонов уже выпало. Так, золотые осколки. Два бакинских. Змея-карай. Кружечка. Камень-талик. Карайка. 30 жетонов. И 4 серии инфо-сколков. Все, друзья мои. Все потратил. Подрались неплохо. 40 откатов за нами остается. Так, отка... Телепортов 347 штук. Пока хорошо. Пицца у нас 92 штуки. Я, наверное, знаешь, что думаю? Если мы будем отыгрывать всю пиццу, можно поискать кое-что. Например, очки. Там нужны всего лишь одни очки. Есть. Нашли мы их. Так, дальше надо искать 4 наушника. Вот здесь будет посложнее. Одни нашли. Вторые. Третьи. Четвертые. Это что-то с чем-то. Мы с тобой помнили, что наушники искали, запарились искать. А тут они сами вылетели. И 8 пультов. Ну, 8 пультов-то вряд ли, конечно, я сейчас найду. Один есть. Второй. Третий. Четвертый. Все, ребят, пицца кончилась. Ну, 4 пульта, я думаю, в следующей серии мы обязательно найдем. И прокачаем до третьей ступени мозговые волны. Ну что, друзья. А на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...